Кто же все-таки виноват в стремительном подорожании продуктов питания? Снова пытались выяснить на заседании оперативного штаба по мониторингу цен. Темпы роста, набранные в конце года, не снижаются. Дорожает сахар, крупы, рыба, плодовощная продукция. Правительству региона в этом году поступило 6 обращений от жителей. Жалуются на рост цен на крупы, сахар, мясо и рыбу. В Ивановской области, по данным оперативного мониторинга, завышенная цена в течение 30 дней держалась только на белокочанную капусту. В этой связи 27 января текущего года правительство Ивановской области направило соответствующее информационное письмо в Министерство экономического развития и торговли о росте цен на плодовощную продукцию, а именно капусту, а также дополнительно по такой категории товаров, как огурцы и помидоры, в связи с тем, что был резкий скачок. Единственный способ как-то воздействовать на предприятие торговли – обращаться за помощью контрольно-надзорным органам. Неделю назад антимонопольная служба уже отчиталась. Никаких нарушений по итогам проверок не выявлено. Но такой ответ председатель штаба не устроил. Я не совсем понимаю, почему у нас продолжается рост на такие продукты питания, как сахар. Нигде нет никакой объективной информации о том, что идет подорожание на новый урожай, или так далее, сезонность и тому подобное. Я думаю, что контрольно-надзорным органам стоит обращать внимание и вот на такие факты, когда мы вдруг начинаем видеть резкий рост на тот или иной вид продуктов. У нас, что называется, вся надежда на вас. Вслед за антимонопольной службой проверки провела и прокуратура. В результате анализа ситуации установлено, что повышение цен на продукты питания, в том числе производимые на территории Российской Федерации, обусловлено ростом оптовых цен у производителей и поставщиков продукции, стоимости сырья, смены ассортимента перечня товаров. По результатам проверок, фактов ценовых сговоров и поддержания монопольно высоких цен не выявлено. Не выявлено данных нарушений также со стороны антимонопольного органа. Но вместе с тем органами прокуратуры были выявлены нарушения порядка ценообразования на детское питание. Торговые надбавки в некоторых магазинах области составили 25% вместо предельных 15%. Ответа, почему дорожают продукты питания, так никто и не дал. И что мы видим в итоге? Ничего. Продолжается рост цен. И все говорят, что все объективно. Хотя на самом высоком уровне уже все федеральные чиновники, начиная там от Дворковича, низшего звена, заканчивая председателем правительства, что спекуляция есть, но ее никто не видит. Кому еще тогда мне обращаться на территории нашего субъекта? КФАС не могу, прокуратура только проверяет детское питание. У департамента, у органов исполнительной власти субъекта полномочий нет на проверке. С кем я должна взаимодействовать? Внятного ответа на свой вопрос Светлана Давлетова тоже не услышала. Зато свое видение проблемы обозначили местные производители хлебобулочных изделий, которые также страдают от повышения цен. Рост цен на сахар 68% за последние три месяца. 10% составила только за январь месяц, и она не уменьшается. Говорит о полном сговоре между поставщиками основного сырья для производства хлебобулочной продукции. Так давайте мы к вам придем, мы вам выдадим все наши входящие цены, соберемся с прокуратурой, соберемся с вами, и просто покажем, что нам дают и на каких условиях. Давайте мы сами, сами производители, придем к вам и расскажем все. Вы почему-то не хотите глубже копать, а копайте нас, производители, которые зажаты сейчас со всех сторон. Если дело не в розничных сетях и не в производителях, так кто же виноват в том, что происходит необоснованное повышение цен на продукты питания? Виноватых и ищут, но, видимо, они там, где надо.